Всем привет, это Drive Your Life. Близятся выборы президента Украины и встает вопрос, как людям, которые прописаны на оккупированной территории Донецкой или Луганской областей или Автономной Республики Крым, принять участие в этих выборах в качестве избирателей. Пять лет назад, за полтора месяца до предыдущих выборов президента, наши города были оккупированы и террористы, которые захватили эти города, физически заблокировали возможность людям избирать президента своей страны. Так же было и в Горловке, где мы на тот момент жили. Вооруженные боевики приезжали к членам избирательных комиссий, к председателям, запугивали. И в общем, в конечном итоге они не дали провести выборы на территории нашего города и на территории соседних городов. И таким образом мы не смогли принять участие в выборах. И сегодня вновь встает вопрос о том, как можно нам и нашим землякам прийти и проголосовать за того или иного кандидата в президенты Украины. В интернете довольно много информации о том, как это процедурно делается. Я расскажу о том, непосредственно, как это было в нашем случае. Прежде всего нужно найти в интернете сайт Державного реестра выборцев Украины. В описании к видео будет ссылочка на этот сайт. И найти, соответственно, свой населенный пункт и увидеть телефонный адрес отдела ведения Государственного реестра избирателей, где он находится. В нашем случае это Святошинский район Киева. И этот отдел ведения Державного реестра выборцев находится на улице Крамского, 10. Они работают в рабочие дни до 6 вечера, кроме пятницы, когда у них короткий день. Итак, вы приходите в отдел ведения Державного реестра выборцев. Мы пришли, никуда не нужно заранее записываться, никакие очереди занимать. Мы пришли, вообще не было очередей. Мы были, в принципе, единственные, кто в тот вечер пришел. Вас тут же принимают, просят присесть. И необходимо с собой иметь оригинал паспорта гражданина Украины и идентификационного кода. Сразу отмечу такую деталь, что справку внутренне перемещенного лица не спрашивали у нас. Поэтому, в принципе, это могут делать не только люди, которые имеют официальный статус внутренне перемещенных лиц, но и, в принципе, все граждане Украины. У нас взяли паспорт, ввели необходимые данные в компьютер, распечатали заявление. Необходимо написать заявление про темчасовую змину выборчей адресы, то есть о временном изменении избирательного адреса. Это заявление, в принципе, уже в готовом виде распечатывается. Вы его подписываете. И дальше вам должны выдать так называемое удостоверение избирателя об изменении избирательного адреса. В нашем случае здесь произошел казус, как только начали пытаться распечатать это удостоверение, у них там заглючилась система и, в общем, оборвалась связь с какими-то серверами. Короче говоря, заявление мы написали, но сами удостоверения про темчасовую змину выборчей адресы нам в тот вечер так и не смогли распечатать и выдать. Ну, собственно, решился вопрос довольно просто. Нам не пришлось идти туда второй раз. Нам сказали, что просто пришлют его по почте. Вот, собственно, мы получили письмо из реестра выборцев. Обычное почтовое письмо в конверте, где находится вот это удостоверение про темчасовую змину выборчей адресы. Кстати, замечу, что, в принципе, вы можете выбрать любой избирательный участок, на котором вам удобно проголосовать. Это не обязательно должен быть тот участок, который находится по адресу, где вы в данный момент фактически проживаете, или где вы зарегистрированы как внутренне перемещенное лицо. То есть здесь никакой связки вообще нет. Вы выбираете любой участок, на который вам в день голосования удобно будет прийти. Соответственно, мы такой участок тоже выбрали. И этот номер участка прописывается в этом удостоверении. Номер округа, номер дельницы участка. И все. С этим удостоверением и с паспортом мы теперь должны будем прийти в день голосования в конце марта на избирательный участок и, собственно, проголосовать за того или иного кандидата в президенты Украины. Сразу отмечу, что это ролик не рекламный. Здесь не будет агитации, за кого голосовать и так далее. Это ваш личный выбор и ваша личная ответственность за этот выбор. Единственное, к чему я призываю, это все-таки прийти и принять участие в голосовании. Тем самым показать, что мы, дончане, горловчане, макеевчане, видим себя в Украине. Мы граждане этой именно страны. Никаких там не псевдореспублик или прочей фигни всякой. И мы принимаем непосредственное участие в выборе будущего нашей страны Украины. Есть также такая особенность, что в случае, если будет назначен второй тур выборов, а я почти уверен, что он будет назначен, то необходимо будет эту процедуру еще раз повторить. То есть в каждое голосование нужно писать заявление про змину выборчей адресы. Не нужно это делать только тем, кто уже имеет постоянную регистрацию где-то на свободной, неоккупированной территории Украины. Ну, поскольку большинство из нас такой регистрации не имеет, то, в общем-то, нам необходимо проходить эту процедуру. Это очень несложная процедура, она занимает крайне мало времени, поэтому приходите, пишите заявление, получайте удостоверение избирателя и в конце марта приходите на избирательные участки. Подписывайтесь на Drive Your Life и до новых встреч. Всем пока!